Всем привет! Днепр на связи 26 августа 4.44 утра. Ну что друзья, ночь еще у нас не завершилась, плавненько переходит в утро. У нас сигнал воздушной тревоги, летают беспилотники в области, в частности Каменской район под угрозой. И периодически в области слышны взрывы, идет работа мобильных огневых групп по БПЛА. Шумно не только у нас в области, там Киевская область отбивалась от беспилотников. Военная администрация местная сообщала о том, что не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги, находиться в укрытиях в Киевской области на подлете. Киеву работает ПВО. Броварской район, там очень громко было. В общем, друзья, неспокойная ночь. И сейчас есть информация о том, что группа самолетов российской авиации взлетела. Немного, немало. 11 бортов в воздухе фиксируются. Ну, большая вероятность того, что вылет боевой и там утром уже туда попозже нас ожидают пуски ракет и, соответственно, вхождение этих самых ракет в воздушное пространство Украины. Но это не точно, потому что уже за последнее время несколько таких взлетов было. Они были тренировочными, самолеты кружились, кружились и улетали. Но сейчас сообщается, что трансмиттер на боевых частотах и очень большая вероятность, что все-таки это вылет боевой. Ну, посмотрим, чем это завершится. Что, друзья, из интересного за... Сходим с фонариком, чтобы рушиться. Еще комендантский час. Что они там ходят? Люди какие-то там с фонариками. Ага, это уже с фонариками бутылки собирают. Ну, что утро в большом городе, друзья. Там он солнышко встает. И реально, комендантский час мало кого интересует. Все что-то ходит. Везде что-то происходит. В общем, что? Глава областной военной администрации нашей области Сергей Лысак рассказал о том, что в течение уже прошедшего дня было более 10 атак по Никопольскому району. В Покровской громаде повреждена инфраструктура, частный дом, трехэтажное здание, которое не эксплуатировалось. Ну, кто бы сомневался. А еще было возгорание сухостоя. Огонь смогли победить. Также указывается, что Червоногригорьевская громада была под ударом, горела трава в садовом сообществе. Также поврежден забор. Люди не пострадали. Но случилось, друзья, смертельное ДТП. На трассе Днепро-Магдалиновка известно, как минимум, что один человек погиб. Еще двое людей госпитализировали. Не справились с управлением, вылетели в ковет, врезались в дерево. Просто кошмар. Кошмар, друзья. Что еще? В украинском информпространстве есть информация о том, что уже восьмой день горит нефтебаза в Пролетарской Ростовской области. Существенных улучшений нет. Местные власти продолжают утверждать, что качество воздуха остается в пределах нормы. Что далее, друзья? Вечером была такая у нас информация, что там все, снова зарада. Беларусь готовится напасть на Украину. И т.д. и т.п. В общем, в сети гуляла инфа следующая. О, слышите, бутылки разбивают. Вот дают. Беларусь стянула к границе с Украиной армию и вагнеровцев. Украинский МИД требует отвезти войска. По данным украинской разведки, белорусские войска стягивают под видом учений. Призываем должностных лиц Беларуси не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы. А ее вооруженные силы прекратить недружественные действия и отвезти войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в РБ систем огня, заявили в МИД. Вот такие, друзья, дела. Что далее? США и Великобритания в дни после наступления предоставляли Украине спутниковые снимки и разведданные о Курской области. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на американских чиновников. Как выяснили два источника издания, эта информация помогала украинским войскам отслеживать передвижение подкреплений ВСРФ, которые могли напасть на них или отрезать их возможный вывод обратно в Украину. Далее, друзья, Владимир Зеленский в своем вечернем упрощении рассказал о том, что ВСУ продвинулись в Курской области и взяли под контроль еще два населенных пункта. Продвижение наших в Курской области от одного до трех километров. Продолжаются активные действия по еще одному населенному пункту. Есть пополнение обменного фонда. Далее, друзья, Коваленко отреагировал на информацию о том, что Беларусь стягивает войска от границы. Но это именно тот глава вот этой ЦПД, который рассказывал, что Путин на коленках уже просит мира перемирия. Он сказал, не стоит паниковать. По состоянию на сейчас все угрозы исключительно информационные. Ну, такие дела. В общем, все как обычно. И что еще, друзья, в Киеве сообщали, что в автомобиль кинули коктейль Молотова. Это было без 15,4. Скорее всего, подожгли очередной автомобиль военных. Вот такие, друзья, дела делишки. Что тут добавить? Нечего добавить. Если будут пуски ракет, то это будет где-то к 6 утра. Пока долетят. Учитывайте это, друзья, в своем графике. Ну и, понятное дело, никто не может знать, куда эти ракеты будут лететь. Потому что некоторые уже в сети спекулируют. Туда, туда, сюда. Удар там. Ну, то, все, друзья, того никто знать не может. Да. Ну и утро. Голова болит, раскалывается. Просто не знаю. Уснуть невозможно. Голова болит. Жарко. А на улице, кстати, хорошо. Так прохладненько. Эх. И природа затихла. Ни птички, ни тут пугач. Никто ничего. Тишина. Какая-то. Аномальная тишина, я бы сказал. Вообще никто ничего никак. Ну, ладно, то такое, друзья. Помните, что Бог любит вас. Берегите себя, своих близких. Сейчас я с вами прощаюсь. Ну, думаю, уже утром. Уже утром. Но попозже встретимся вновь. Всем спасибо. Все свободны. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok